Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать книгу судей израилевых в переводе российского библейского общества. У нас сегодня 20-я глава. В предыдущей, 19-й главе, мы начали читать о очень страшных, кровавых, трагических, подлых событиях, которые происходили в Израиле, когда жители города Гивы из колена Вениаминова всю ночь терзали одну несчастную женщину, насиловали, издевались над ней. Утром она умерла от издевательств. И ее муж, ее тело расчленил на 12 частей и направил по такому посланию с частью человеческого тела в каждое колено Израилева. Израиль, опомнитесь, посмотрите, что происходит. Это вы сделали. Это у нас на земле происходит. Это мы, народ Божий, дошли до такого, что такое беззаконие у нас произошло. И вот весь народ израильский поднялся на совет. Как теперь быть? До чего мы опустились? Что теперь делать? Все израильтяне, вся община, жители всех земель, от Дана до Баэршевы, и жители Галаада, все как один человек собрались в Мицпу и предстали пред Господом. То есть от самого северного до самого южного селения Израилева, от Дана до Баэршевы. Что весь Израиль, такое вот выражение, от Дана до Баэршевы, это часто встречается в исторических библейских книгах. Значит, с самого северного до самого южного. Мицпа — это небольшой город, который находился как раз недалеко от места преступления, там, где все произошло, в городе Гива. И вот недалеко было вот это собрание. Там были все вожди народа, вожди всех племен Израиля. Там собрался народ Божий, 400 тысяч пеших воинов, вооруженных мечами. Племя Вениамина узнало, что израильтяне собрались в Мицпе. То есть были все, кроме племени Вениамина. Почему не было Вениамина? Да потому что вениаминитяне и были виноваты. Именно у них произошло то преступление, о котором говорилось в предыдущей 19 главе. Их не пригласили. Наоборот, собрались все остальные, чтобы решать, что теперь с ними делать, как должно быть наказано это преступление. Израильтяне спросили, как совершилось это злодеяние. И Левит, муж убитой женщины, ответил, я пришел со своей наложницей в Гиву, что в земле Вениамина, на ночлег. Ночью горожане Гивы пришли и окружили дом, где я был, собирались убить меня. Они изнасиловали мою наложницу, она умерла. Ну, в общем-то, все так и было. Правда, он не сказал о том, что он сам выдал им свою наложницу, сказал, ее заберите, меня не трогайте. Все хороши в этой страшной истории. Я разрубил ее тело на части, разыскал их по всем владениям израильтян. Ведь совершена гнусность, мерзость, оскорбляющая Израиль. А теперь, израильтяне, думайте и решайте. Такое страшное решение нужно принимать. Как быть? Как нам жить дальше? Мы, народ Божий, левит об этом напоминает, одашли до такого, как в Содоме. И весь народ, как один человек, постановил, мы не разойдемся по шатрам, домой не пойдем. Вот как мы поступим с Гивой, следуя указаниям жребия. Мы отберем людей из всех племен Израиля, по десять человек из сотни, по сто человек из тысячи, по тысяче из десяти тысяч, чтобы они раздобыли припасы для всего войска. Войско пойдет на Гиву, что в земле Вениамина, и отомстит ее жителям за эту гнусность, оскорбляющую Израиль. То есть решили, что необходимо начинать гражданскую войну. Раз вениаминитяне так поступили со своими же собратьями, это не враги, это не филистимлине, это не какие-то лазутчики, это свои брата и сестра из других колен Израилевых, то необходимо отомстить. И вот готовят такой военный поход против Вениамина. «Племена Израиля отправили ко всему племени Вениамина послов, велев передать такие слова. Как могло совершиться у вас подобное злодеяние? Выдайте нам этих негодяев из Гивы, мы убьем их, и очистим Израиль от скверны». То есть вот такой еще вариант, не то чтобы такого мирного и спокойного решения того, что произошло, но по крайней мере вот на таких условиях можно не воевать. Если преступников нам передадут, если эти преступники будут казнены, ну, тогда, значит, вот можно жить дальше. Люди племени Вениамина не послушали израильтян, братьев своих. Они собрались из всех своих селений в Гиву, чтобы воевать с израильтянами. То есть отказались от этого предложения. Нет, эти жители Гивы это наши братья и сестры, они вениаминитяне. Мы не можем отдать их на смерть, на казнь. Таким образом, вот, началась гражданская война. Эти селения выставили для войны 26 тысяч человек, вооруженных мечами. Еще 700 отборных воинов выставили сами жители Гивы. В этом войске было 700 отборных воинов-левшей, которые метнули в камень из пращей, без промаха попадали в волос. А израильтян без племени Вениамина собралось 400 тысяч человек, вооруженных мечами. Все они были опытными воинами. Ну, возможно, эти числа, они носят какой-то символический характер. Не факт, что это такие документальные числа, там так не очень сходятся. Вот, но, по крайней мере, вот были такие огромные армии, армия, которая собрала колено Вениамина, в том числе воинов-левшей настолько искусных, что они в волосок попадали, когда метали камни. И, с другой стороны, вот от всех колен израилевых, кроме Вениамина, которые готовы с ними сражаться. Израильтяне пришли в Бет-Эль и спросили Бога, кто поведет нас на войну с племенем Вениамина? И Господь ответил, вас поведет Иуда. Утром израильтяне стали лагерем близ Гивы. Готовясь к бою с племенем Вениамина, израильтяне построились напротив Гивы. Воины племени Вениамина вышли из Гивы, напали на них и перебили в тот день 22 тысячи израильтян. Вот это одно племя Вениамина, которые виновны в злодеянии, которые в меньшинстве тем не менее одержали военную победу. Собравшись силами, израильтяне вновь построились для битвы, там же, где и накануне. Они пошли и до вечера плакали пред Господом и потом попросили Его, продолжать ли нам войну с нашими братьями племенем Вениамина? И Господь ответил, воюйте. И так на второй день израильтяне вновь двинулись на воинов племени Вениамина. А те и в этот день вышли из гивы напали на израильтян, перебили еще 18 тысяч воинов, вооруженных мечами. То есть и второй раз тоже такое вот военное поражение потерпел Израиль от взбунтовавшегося Вениаминова колена. И пошли тогда израильтяне все их войско в Бет-Эль. Там сидели они пред Господом, плакали и постились весь день до вечера. Они принесли Господу жертвы, всесожжения, пиршественные жертвы, и затем израильтяне вопросили Господа. В ту пору ковчег договора с Богом был там, служил при нем в то время Пенехас, сын Ильазара, сына Аарона. Продолжать ли она войну с нашими братьями, племенем Вениамина, спросили израильтяне, или прекратить войну? И Господь ответил, воюйте, завтра я отдам их в ваши руки. Ну вот почему так произошло. Первый раз они проиграли, второй раз они проиграли. Дело в том, что самое важное, для чего вообще Израиль избран из других народов земли, в то время забыли, что это народ Божий. И вот первый раз они, да, обратились к Богу, но не было ни плача покаянного, о том, что не смогли они быть вот тем народом Божиим, к чему призваны, и что такое злодеяние допущено на их земле. Не особой молитвы. Второй раз, да, они уже молились, и вот было что-то вроде покаяния, но недостаточно. И вот третий раз говорится, что они сидели пред Господом, плакали, молились весь день до вечера. То есть они вспомнили вот это самое важное, что израильтяне побеждают не силой оружия, не численным превосходством, они побеждают упованием на Бога, обращенностью к Богу, тем духом, который Господь им дает, силую Божию. И для этого необходимо покаяние, то есть изменение своей жизни. И вот они плакали, молились, приносили те жертвы, которые было положено приносить по закону, и не просто формально, а целый день, целые сутки они провели вот таким образом. И вот после этого израильтяне устроили засаду вокруг Гивы, то есть и подготовились они к сражению по-другому, если накануне, и до этого были такие лобовые столкновения на той местности, в которой жители Гивы знали очень хорошо, пришедшие из разных других селений и городов израильтяне гораздо хуже, то вот теперь, помолившись, покаявшись, проплакав перед ковчегом завета в течение целых суток, принеся жертвы, они по-другому подготовились к бою, применили какие-то военные хитрости, построились напротив, то есть часть войска была в засаде, а часть вновь вышли на бой с племенем Вениамина и построились напротив Гивы, как и раньше. Воины племени Вениамина напали на израильтян и удалились от своего города. Они, как и прежде, стали убивать израильтян, гнались за ними вдоль дороги, соединяющей Бет-Эль и Гиву. Они убили около 30 израильтян. Воины Вениамина думали, мы их бьем, как прежде, а израильтяне задумали, обратившись в бегство, увезти врага по дорогам подальше от города. Войска израильтян, снявшись с места, построились близ Баал-Тамара. А отряд, сидевший в засаде к западу от Гивы, устремился на Гиву. 10 тысяч лучших воинов, собранных со всего Израиля, двинулись на Гиву. То есть защитники Гивы ушли из города, думая, что они уже последнюю решительную победу одерживают. Напоминает немножко то, что когда-то в строе случилось. А в это время отборные воины, сидевшие в засаде, ворвались в сам город. Воины племени Вениамина не думали, что их ждет поражение. Бой был тяжелым, но Господь сделал так, что они были разбиты израильтянами. В тот день израильтяне перебили в их войске 25100 человек, вооруженных мечами. Воинам Вениамина казалось, что израильтяне разбиты, а израильтяне отступали перед войском Вениамина, потому что полагались на воинах, сидевших в засаде близ Гивы. И вот эти воины устремились из засады на Гиву. Они ворвались в город, перебили всех, кто там был. А между израильским войском и людьми в засаде было условлено, когда те разожгут огонь, над городом поднимется дым, войско израильтян повернет обратно. Воины племени Вениамина убили около тридцати человек и думали, израильтяне разбиты, как в первом сражении. И вот тут-то над городом поднялся столб дыма. Обернулись воины Вениамина и увидели, что весь город горит, дым от него восходит к небесам. Войско Израиля повернуло обратно, и воины Вениамина охватил ужас, они поняли, что потерпели поражение. Они побежали от израильтян по дороге, ведущей в пустыню. За ними погнались. Со стороны города подошел отряд израильтян и стал устреблять окруженных. Воины Вениамина были окружены, их преследовали без передышки, загнали в пустыню, что восточные Гивы. Они потеряли 18 тысяч человек, и все это были могучие воины. Вот таким образом, после молитвы, после жертв принесенных, после плача покаянного, предприняв определенные военные хитрости, израильтяне победили защитников Гивы и тех, кто выступал за колено Вениамина. Вениамина Воины Вениамина бежали в пустыню к скале Риммон. Когда они бежали по дорогам, было убито еще 5 тысяч человек. Израильтяне преследовали их до самого Гедома, перебили еще 2 тысячи человек. Всего в тот день из войска Вениамина пало 25 тысяч человек, вооруженных мечами. Все это были могучие воины. Воины Вениамина бежали в пустыню к скале Риммон. Их было 600 человек. Они оставались там 4 месяца. А израильтяне вернулись в землю племени Вениаминова и уничтожили там и селения, и людей, и скот. Все селения были сожжены. Вот такой страшной гражданской войной с таким разрушением, с таким количеством жертв, пролитой крови, закончилось то злодеяние, та мерзость, о которой мы читали в предыдущей главе и продолжали читать в 20-й главе книги Судей Израилевых в переводе Российского Библейского Общества для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...